добрый день дорогие радиоуслушатели также добрый день те кто смотрит на youtube канале в эфире программа политинформания радио народная волна чикаго напомню что это самое популярное радио на среднем западе и и ведущие гэри брумер и эдвард брумер сегодня у нас в эфире замечательный журналист и телеведущие ведущие авторской программы и так далее на самом знаменитом телеканале россии и популярные и популярным до дождь михаил фишман михаил здравствуйте здравствуйте михаил спасибо большое что в это позднее время вы согласились поговорить с нами для нашей аудитории потому что наша аудитория это не только радио но и youtube канал и тогда первый вопрос весь мир сражается с этой заразы которая называется коронавирус россия не исключение и ситуации насколько мы понимаем и следим за этой ситуацией не самое благоприятное насколько по вашему мнению цифры которые предоставляет официальная власть а соответствует действительности или это немножко приниженные цифры хотя сами по себе уже цифры не маленькие смотря каких цифрах мы говорим заразившихся они все разные до заразившихся и вылечившихся и к сожалению умерших это все нужно рассматривать отдельно видимо что касается числа инфицированных то нет оснований специальные доверять этим цифрам и другое дело что они отражают на самом деле то есть мы понимаем что инфицированных на самом деле больше чем официально об этом заявляться потому что об этом заявляться на основании тестирования она охватывает не всех и вот вчера мэр москвы собянин сказал что по его основании скрининг тестов которые они проводили он считает что в москве инфицированные полтора два процента по моему он сказал население 300 тысяч человек это только про москву идет речь ну это вообще-то тоже немало да это немало и если допустим мы не говорим только о москве а говорим о регионах тоже насколько ситуация в регионах серьезная ситуация в регионах не непонятно пока насколько она серьезная но москва самая тяжелая ситуация как вы наверно знаете москву эпидемия пришла раньше москвы уже пошла дальше по россии в регионы половина всех случаев и это москва в самом начале было так и по-прежнему тенденция сохраняется есть тяжелые новости которые приходят из разных мест из разных городов это вспышки в конкретных местах это больницы это приходы церковные достройки это шахты такие вот как бы они бы анклавы в основном от ситуации московской других регионах пока я не слышал хотя но московского гусь тоже на самом деле является москвой по сути а петербург поступает постепенно нижний новгород поступает постепенно на северном кавказе в дагестане насколько понимаю тоже ситуация достаточно тревожная но все это с москвой пока сам нельзя и пока мы не понимаем какой будет тренд что будет происходить в целом в россии но надо понимать что в отличие от москвы остальной россии конечно вряд ли настолько хорошо может подготовиться с точки зрения ресурсов которые понадобятся если события если эпидемия в провинции примет такой же размах как москве это будет конечно тогда похоже на катастрофу а михаил а по утверждением профессора соловья российской власти будет сложно отменить режим самоизоляции хотя сам само понятие самоизоляция немножко странноватый но все-таки по причине того что на улицу выйдет очень много рассерженных и голодных людей которые сидят вот уже несколько месяцев без без подпитки без зарплат без денег как вы считаете как вы эту ситуацию видите ну это я эту мысль пока так сходу не пошли пересказа не очень понимаю потому что что делать если не выпускать людей никогда никогда не заканчивать режим самоизоляции то лидера сердце еще больше да не правда ли уже объявлено сегодня по моему сегодня просто что режим самоизоляции москве карантин москве давайте назвать вещи своими именами продлевается до 31 мая в том же режиме то есть какой который мы живем с начала апреля мы живем будем жить до конца мая это скорее всего неизвестно насколько можно будет его ослабить в конце мая об этом судить трудно конечно федеральная власть прежде всего прежде всего президент путин заинтересован в том чтобы снять карантин как можно быстрее это совершенно очевидно это это видно потому как он и что он говорит это его главный такой императив на самого начала эпидемии как можно быстрее снять снять ограничения и карантин потому что он понимает что чем больше чем дольше длится карантин тем тяжелее его собственное положение тяжелее положение бюджета тяжелее тяжелее состояние общественного мнения тяжелее отношения к нему как к лидеру государства и так далее поэтому и он заинтересован в том что чтобы снять его как можно быстрее а вот власти на местах они реально смотрят за тем что происходит и отвечают за то что происходит и на них лежит реальная ответственность за развитие событий поэтому ну мэр москвы собянин вот например лично продлевает этот самый карантин и принимает на себя этот удар потому что он понимает что сегодня его ослабить невозможно но как можно ослаблять карантин ситуации когда в торговых центрах и манежах и павильонах открываются дополнительные временные госпитали прямо сейчас для того чтобы принять всех больных если обратиться к истории да то вспомнить войну а сталин выступил конечно позже но сказал очень нужные правильные на тот момент слова он обратился братья и сестры а даже сегодня это как бы в эти слова они впечатляют я не говорю о том что владимир путин должен обращаться к россиянам именно с такими же такими же словами хотя принципе почему бы и нет но почему его каждый раз обращение а к людям в его выступления выглядят так блекло неубедительно без искры почему я об этом говорю потому что об этом говорит и интернет-сообщество и многие политологи и журналисты как вы считаете это связано с его такой как бы растерянностью чисто человеческое может быть может быть болезнью может быть еще чем-то может быть какие-то может он воцелился личные качества мешает ему дать людям уверенность что же будет завтра я думаю что прежде всего дело в том что это для него абсолютно непредвиденно и непривычная ситуация для которой ему у него не получается просто подобрать верный язык он не умеет разговаривать на языке который требуется очевидно в ситуациях таких экстраординарных катастрофах случаях который при которой происходит развивается сегодня владимир пусин разговаривает либо как бюрократ обычно то есть руководится дает указания своим своим подчиненным они сидят перед ним за столом и он сдает указания зачитывая текст по бумажке его воспринимают как главного бюрократа в стране либо он либо он говорит сейчас на каждом врага какого-нибудь такой его обычный месседж враг это обычно запад в последние годы ну вот соответственно этой риторики собственно этих вот в этом пространстве построена вся его вся его риторика тут непонятно как как быть и непонятно по кому стрелять кого назначать виноватым кто куда перенаправлять народный гнев это все очень неожиданная ситуация с которой она конечно не справляется на он он не может подобрать в общем правильно он пытается на самом деле подобрать правильную интонацию такую как бы участливую он старается это делать и получается у него качественные не лучшим образом что что-то называть вещи своими именами это правда это в первую очередь связано с тем что он не знает как себя вести в таких в таких ситуациях и это очень конечно хорошо видно он действительно самого начала и вся его повестка с которой он собственно шел до этого она вся рухнула прямо у него на глазах опять-таки непонятно кто в этом виноват и кому можно за это наказать некого что с этим делать он не понимает и он пытается как-то вот выплыть в этой тяжелой для него очевидной ситуации он понимает что она конечно для него для него тяжелая но вот взять и повести за взять на себя ответственности повести за себя за собой людей вот в этой вот в этой конкретной ситуации после тех того как он научился разговаривать со своим народом за эти 20 лет он просто не в состоянии он не может себя научить да и если бы он начал никто бы михаил задам вам может быть парадоксальный вопрос а чтобы вы сказали какие бы добрые слова вы нашли в отношении российской власти вот как бы вы сколько хороших слов вы могли бы найти для оценить по-доброму сегодняшнюю российскую власть хороший вопрос хороший вопрос я бы я бы отметил я бы отметил то как действует мэрии мэр собянин на самом деле мэр москвы вот последний месяц а это тоже ситуация которая для него абсолютно неожиданное и непривычно и вообще надо понимать статус собянина он для москвы чужак он по сути не избранный как то есть формально он избранным но на самом деле он просто назначенный путиным и подчиняется непосредственно путину живет в системе этих аппаратных бюрократических ограничений политических когда он лучше нас с вами знает что ему можно что нельзя за что его накажут а за что нет накажут сверху он не привык отвечать перед москвичами которых он не считает своими исторически потому что мы действительно ему совершенно чужие и при этом он ведет себя достаточно достойно то есть он ведет себя как менеджер который пытается справиться с наступивший огрушившийся на город катастрофой он и его непосредственные заместители он по крайней мере в отличие от президента и федерального правительства он следует с народом действует он что-то предпринимает он конечно не разговаривает так как я не знаю разговаривает дает пресс-конференции ежедневные губернатор нью-йорка например он не ты он вообще не дает пресс-конференции принципе никогда не давал ни одной и наверное не собирается начинать но он как минимум раз в неделю выступает по телевидению объясняет что с его точки зрения происходит что с чем-то можно спорить чем-то чем то он кажется убедительным мне например хотя конечно конечно скептическая реакция тоже довольно сильная в москве надо это надо это понимать но еще раз главное что он не сидит на месте не прячется действует чем дальше тем мне кажется больше понимает что происходит и что он сам говорит и это само по себе уже вызывает определенное уважение как вам такой комплимент ну вот если в догонку этой темы и при согласно вот этой ситуации которая сейчас сложилась по всей россии и действительно ситуация москве тяжелая может ли эта ситуация позволить мэру собянина претендовать на высший пост в руководстве страны если при каких-то обстоятельствах владимир путин вдруг решит что он должен это место оставить вы же понимаете что мы живем в ситуации мы живем фактически в условиях политической диктатуры здесь здесь политические перспективы определяются не рейтингами доверия и не связями между политиками и и и обществом личными прихотями одного конкретного человека по крайней мере сейчас это так но при определенных обстоятельствах михаил ну про это рано и бессмысленно сейчас разговаривать это просто неправильный на мой взгляд постановка вопроса другое дело что собянин действительно с моей точки зрения уже как вот журналиста политического перешел некое новое качество и то что то что то что вот я им делаю комплименты это весь замечание только я это замечает и правящий класс это замечает и люди видят и надо обратить внимание что например несмотря на то что собянин вводит карантин а значит собственно ограничивает людей и вот ставит в их в это тяжелое положение непосредственно да путин же он только объявляет каникулы с сохранением заработной платы как он говорит собянин как раз плохой следователь в этой парадигме тем не менее если мы посмотрим на опрос общественного мнения то впервые рейтинг и губернаторов на местах стали выше чем рейтинге федерального правительства и президента и это в том числе относится и к собянину то есть люди видят отмечают ответственность и люди видят отмечают безответственность это безусловно тот актив который с которым собянин мы посмотрим конечно мужчина до всей ситуации пережить и преодолеть но тем не менее тот актив с которым возможно собянин выйдет из из эпидемии это будет некая новое политическое качество в котором он будет находиться ну а дальше загадывать не имеется хочу еще об одной персоне поднять вопрос о премьере мишустине которые некоторые люди говорят что он сама устранился ну по реальной версии он на самоизоляции а что вы думаете по этому вопросу вернется ли мишустин реально в премьерское кресло хотя он его формально не покидал ну сейчас исполняет обязанности ведь первый пример андрей белоусов мишустин действительно как вот и борис джонсон два премьер-министра которые оказались на койке на больничной и мишустин хотя вот он сегодня вроде участвовал каком совещании прямо как я понимаю из палаты я считаю что да он вернется хотя до слухи ходят что может быть он уже ушел на совсем я в это верю с трудом то есть не верю мне кажется так так кадровые решения не принимаются и путина не будет принимать таких решений таких он не может сегодня его взять и уволить собянина простите мишустина это будет означать его собственную на самом деле признать признать свою собственную ошибку беспомощность почему она увольняет через три месяца только потому что он заболел и что произошло он назначил январе поэтому нет он вернется я в этом убежден другое дело что опять-таки и и политически и менеджерский если угодно операционная это правительство пока не очень здесь способна операционно не очень не способна а политически не очень жизнеспособна и я не верю всерьез в будущее мишустины скажем так немножко отвлечемся от темы коронавируса вы сейчас с вами когда беседовали вы сказали что россия живет в режиме практической диктатуры одного человека люди проявляют себя по разному интеллигенция мы всегда знаем играла большую роль в общественной жизни россии на сегодняшний день как так как мы это наблюдаем а интеллигенция расколота ну условно говоря на три группы первая группа это оппозиционеры куда я включаю и дмитрия быкова или ахиджакову и михаила ефремова а вторая группа я бы ее так обозначил соглашатели то есть люди которые по определенным причинам вынуждены сотрудничать с властью ну самый лучший пример это чулпан хаматова все-таки дети это очень и очень важно и третья группа который я условно называю нет не пропутился не называется лучшие ученики лучшие ученики куда входит и бутман и режиссер шах назаров ну вся будем так быть тусовка эстрадная тусовка кроме значит пугачевой и галкина ну еще можно назвать очень многих тех кто как вы это проявляет вот вопрос заключается именно вот этой третьей группы как мы к ним должны относиться понять простить или все-таки они должны стать нерукопожатными ой в этот для меня немного странная постановку вопроса я мне кажется это здесь куда есть люди которые вызывают у меня более на осторожную реакцию чем 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 другие но это каждый раз и я не я я я не готов делить людей на прям группа которыми не подаю руку подаю руку уж тем более когда речь идет об эстрадных артистах да я любому подам ну смотрите вот есть я такой такие фильтры внедрять именно в этом случае когда речь идет о очевидных политических преступников да это другой разговор но смотрите помните было ли не ретин штальда в германии фактически она не не работала официально на режим но после того как пала гитлеровская вот это вот значит власть она была осуждена обществом потому что она сняла она сняла программ пропагандист очень талантливая и было фаворе вот поэтому когда я вижу как выступает допустим великолепный великий даже актер александр калягин который пишет по нигирик путину когда многие актеры выступать с таким найти ложку восхвалением и так далее тогда не только путина я имею ввиду власти в целом то это вызывает такой найти как сказать сожалению сожалению даже в какой-то в каком-то режим существует уже раскладывается последние 20 лет это очень долгий длительный срок и это режим ситуация которая оказалась все общество сразу целиком вот она вот как раз сегодня 20 лет по моему стих пор так а у путина была реализация в 2000 году вот ровно по моему сегодня у нас юбилей вот и все российское общество ухнуло вот просто утонуло в этом в этой новой новой реальности каждый стал выкарабкиваться как может в этом трудно людей обвинить и мне это первый тезис а второй каждый хочет заниматься любимым делом каждый хочет у каждого есть тем более если человек уже добился и у него успешная карьера у него есть коллектив за которым который он отвечает чувствует ответственность какая-то миссия много разных обстоятельств поэтому взять и всем и скопом осудить всех художников все весь интеллигентный класс тот который значит не сопротивляется жестко той политической диктатуре которая постепенно на тоже важный момент нарастала в россии это же не сразу все-таки произошло это были позитивные ожидания они не оправдались потом еще другие ожидания потом вообще было бы была смена власти медведев был президент а потом еще что-то это все происходило постепенно только сейчас последние годы становятся яснее суть того политического режима в котором мы все 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 же все живем поэтому всех сразу осуждать я бы я бы не стал но есть люди которые просто наняты на работу которые получают деньги за то что обслуживают вот буквально вот это я имею ввиду работу и я не уверен что коллеги на относится к их числу которые которые когда которых они встали на путь они собственно являются вот солдатами той армии которая собственно охраняет эту политическую конструкцию это другой другой разговор это эти люди знают что они делают они это опять-таки тоже есть разные есть кто-то кто-то по же если вы понимаете гражданами а среди выдающихся режиссеров или там писателей и так не так много осталось активно действующие просто пытаюсь придумать какой-то пример такого ну вот например владимир мошков как бы вы оценили его деятельность особенно вот с конституцией ну мы можем обсуждать владимир мошков ну опять-таки всего лишь актер который значит директор театра по моему уже соответственно он действительно сыграл сейчас определенную роль доверенную ему в подготовке на голосование по конституции агитировался за новую конституцию и так далее когда мы слышим актера мошкова который рассуждает разные вещи то трудно сказать что он агитируя за эти поправки в конституцию даже специально как-то не искренне я пожалуй его не возьмусь в этом об этом обвинить другое дело что не факт что он ну четко дает себе отчет и разобрался в том за что он собственно агитирует и к чему и к чему он призывает и что представляла собой рабочая группа по поправкам конституцию у путина которой была доверенная роль вот этих франкменов которые якобы значит придумывают эти новые поправки ну здесь я бы задал ему вопрос зачем же как и почему но это не делает его автоматически вот таким пропагандистом на службе каждый случай особый мне кажется и вот и эти нюансы они на самом деле всегда важны когда мы начинаем рассуждать категориях моральных и этических кому мы подаем руку кому не даем руку кому кого мы значит будем люстрировать кому ну и так далее вот я к этим разговорам отношусь очень осторожно дорогие радиослушатели мы сейчас уходим на рекламную паузу у нас в эфире а михаил фишман известные журналист телеведущие и через пару минут вернемся михаил мы вернемся не отключайте спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радионародная волна чикаго сегодня у нас в гостях замечательным российский журналист и телеведущий михаил фишман михаил михаил вы с нами хотя бы перейти вот к интересному происшествию скандалу который произошел между алексеем навальным и мои владимировны захаровой можете нам поподробнее сказать что же произошло такого потому что захарова дала как известно интервью с игорю где ска поделила людей условно на своих и чужих навали на это как я знаю отреагировал она предложила тут же дебаты или battle по современному и выражаясь уличным языком мари захарова как бы слилась и и ну алексей венедиктов уговаривал на эхо москвы провести такие дебаты но вот она категорически отказалась обвинив в этом кстати самого навального как вы видите вот это происшествие вот что произошло ее позицию почему она не стала участвовать в этих дебатах поймите да и вообще вот ее небольшой ваш комментарий по ее интервью зыгарю я должен признаться я не видел интервью марии захаровой зыгарю я пересказе знаю представляю что собственно никогда хорошо не жили нечего и начинать ну примерно я утрирую на смысл в этом кажется но это не про себя она сказала правильно она же это не про себя сказала она сказала это про людей да народа это действительно от чиновника звучит странно такой тезис типа наоборот собственно эта позиция на слабая конечно для публичной дискуссии тем более в российском обществе где развит как раз патронализм они они индивидуализм и да и даже если бы индивидуализм все равно это такой ну трудно защищаемый тезис что все равно все в общем не все не все должны должны уметь заработать на перелет но это для чиновника тем более трудная такая тяжелая оппозиция но я вижу только одну причину который захарова в итоге не стала принимать в этом участие это просто был звонок сверху и с четким указанием ни в коем случае в этом не участвовать я это понимаю только так и никак иначе объяснить то что произошло не могу по моему это достаточно очевидно что такой звонок судя по тому по рассказам участников событий как все это развивалось там с вечера на ночи к утру и вдруг утром ситуация изменилась и так так изменения происходят только когда звонят начальники из кремля и говорят что нет этого делать нельзя почему они это почему они звонят это понятно тоже потому что нельзя спорить с навальным федеральный чиновник не должен спорить с навальным с точки зрения вот политической повестки кремлевской его даже имя называть нельзя уж уж тупать с ним прямой дискуссии это вообще уже перебор это мария захарова просто не очевидно сообразила когда начинала все это что вот сегодня день радио чем у вас кстати поздравляем спасибо спасибо мы вам желаем успеха в этом и как говорится удачи и если касаясь темы журналистики два хороших журналиста при том что один мне симпатичен очень симпатичен другой не симпатичен вообще никак это соловьев и уткин уткин мне симпатичен сразу говорю а тут тоже веселые довольно веселая история которая ну какой-то придала такой не то чтобы смех но вообще сатирические такой сатирический вид тоже спора где уткин высказал свою начать свой взгляд на происходящее и на него наехал выражаясь вот этим языком уличным соловьев слове вообще имеет привычку так наезжать как говорят без шлема до уткин ответил что наверное соловьев не ожидал а вот в этом споре если вы знаете о чем идет речь а я думаю вы наверное знаете я не хотел чтобы вы принимали какую-то одну из этих сторон но мне было интересно если бы это прокомментировали я прям очень внимательно следил за этим за этим батлом и сама стилистика и таких вот обменов ударами риторическими в ютьюбе если речь не идет о хип-хопе мне наверное не близка в целом я предпочитаю какие-то другие жанры но в целом мне кажется что владимир соловьев он безусловно он был в этом смысле главный герой на которого все смотрят в большей степени чем чем муки ну тоже известный конечно замечательный спортивный журналист и комментатор но здесь конечно главная роль у соловьева и и мне кажется на это понятно что он такой превращается в такую ну знаете мимо тещиного дома я без шуток не хожу вот этой тещей становится соловьев причем не только для уткина а для собственно на самом деле всех он такой он превращается в сильно токсичную фигуру которую над которой издевается весь российский интернет а он он символизирует такое уже в прямую символ лизоблюдство на российском телевидении именно соловьев в первую очередь соловьев и и замкнутся такие синонимы и он это понимает очевидно он все-таки него не глупый человек он наверное наверно у него у него все это уже пришло в стадию знаете есть упоение в бою терять уже ему ничего в этом смысле другое дело что мне кажется что он он становится настолько токсичным для что это токсичность уже замечают наверняка замечательных кремле я вообще не ставил бы но большую ставку на на блестящую карьеру соловьева честно говоря сейчас мне кажется что его в какой-то момент могут стать просто убрать а хотел бы перейти немножко политики уйти в сторону чуть политики и спросить вас о геннадий зюганове который вот ушел в тень его сейчас не видно и не слышно и несколько слов по лидерам такого левого движения как николай платошкин и кстати ваш коллега журналист максим шевченко которые сейчас как бы мне кажется на этом левом фланге выделяются что вы думаете по поводу вот левого движения я не могу сказать как-то много про него думаю я должен признаться жиганов уже сильно пожилой человек он в российской политике с внутри цикла до 2 будет если не изменяет память ну уж точно с 93 активно он как лидер он прекрасно постиг эту науку выживание аппаратного скорее чем политического в вот в этой уже сформированный путиным политической среде и справляется с этим в целом достаточно успешно на самом деле если говорить про левое движение то мне кажется чем я честно говоря даже не очень представляю себе кто-то платошкин я вам признаюсь если говорить про максим шевченко просто хорошо знаю лично что касается я отношусь к нему с уважением что касается левого движения то интереснее мне кажется говорить про тот раскол который происходит внутри коммунистической партии самой там есть и это было хорошо заметно и сейчас даже заметно голосование в московской городской думе и во время выборов московскую городскую думу как вы знаете превратились большой скандал и репрессии и протесты и репрессии посадки и так далее прошлом летом и есть вот это вот конформистская исторически сформировавшийся зюгановское крыло которые собственно просто действует более-менее по командам из кремля и иногда торгуются по разным не всегда известным даже нам нам поводом занимаются такими разменами разного рода преференции на свою позицию и путь то там участие митингов против повышения пенсионного возраста или позиции или просто голосование в московской городской думе сейчас и так далее есть вот это конформистское крыло возглавляемая зюгановым и есть вот этот московский так называемым горкомком компартии который ассоциируется первую очередь по моему председатель московского горкома рашкин по фамилии рашкин гораздо более независимая позиция левая но в нашем наших политических обстоятельствах это на самом деле эти границы сейчас стираются и речь идет скорее просто про оппозиционность или неоппозиционность и они достаточно оппозиционно они как раз они благодаря во многом они часто объединяются по тактическим вопросам с навальным и это было тоже видно на выборах в московскую городскую думу они занимают независимую позицию на голосованиях московской городской думе сегодня они позволяют себе просто говорить больше чем может позволить себе говорить зюганов и вот за этими ребятами имеет смысл следить потому что это новое явление которое появилось за последние вот пару лет внешняя политика не внешняя куда внешняя политика россии очень интересно по той причине что даже советский союз не имел таких больших проблем насколько я помню как имеет россия на сегодняшний день как вы видите на ваш взгляд если вы наблюдаете за тем что происходит вот в этих взаимоотношениях между евросоюзом между сша и россии если варианты того что и евросоюз и америка могут снять в ближайшее время санкции с россией или это долго играющая история ну это то на что я хотел бы рассчитывать москва и даже время от времени проскальзывает это в выступлениях чиновников разного рода спортивных до даже кремлевских что сейчас такое время сейчас мы все значит перед общей бедой эпидемии должны объединиться и это как раз хороший повод снять на санкции помочь ли не путин сам это даже лично как в каком-то виде говорил вот но я пока честно говоря не вижу таких оснований то есть есть всегда этот фактор фактор теплых отношений путина с трампом этот фактор мне кажется усиливается в последнее время вот именно во время эпидемии они опять стали созваниваться там по одному разу в неделю может я утрирую может порежу но тем не менее они часто разговаривают еще во время нефтяного кризиса они начали все время разговаривать чуть ли не сегодня они опять поговорили по телефону то есть это частота контактов который давно до этого не было на самом деле этот фактор безусловно присутствует и наверняка трамп там снял бы санкции если бы если бы мог но он очевидно не может потому что все-таки у него есть серьезные политические ограничения а для этого поэтому пока это вот ситуация выглядит выглядит вот так и много будет зависеть наверно от результатов выборов ноябре у вас нет не вижу пока только для этого должно чтобы начать происходить все-таки в первую очередь в украине это тоже возможно такое возможно что путин начнет отыгрывать назад в украине особенно на фоне тех вот того слома бы слома своего его повестки которые вот так неожиданно случился этой этой весной то есть представить себе такое можно но пока опять-таки возможно об этом немного рано говорить михаил что вы думаете по поводу ближайшего соседа россии белоруссии вот буквально вчера телеканада чит журналисты телекопила первой кнопки телеканала были выдворены из белоруссии на основании того что они делают фейк news ваген мы уточним лишены аккредитации имеется ввиду что были лишены аккредитации как вы видите это вредность такая бачки или они действительно делали фейк news они действительно поставляли недостоверную информацию я честно говоря не знаю что они что они как что они с никакой репортаж они там снимали и и и про что должно признаться но сама по себе это конечно ироничная ситуация когда когда зналиста первого канала значит выгоняют за то что они за то что они скажут искажают истину не часто они оказываются в такой ситуации и это в белоруссии вот это удинательно вот поэтому но в принципе это не первый раз происходит с лукашенко он часто вообще начнем с того что заводский была его фамилия оператор первого канала был просто убит режим лукашенко в 2000 нет вру тысячи где-то девяносто восьмой году до девяносто восьмой году 2000 год 2000 не изменяет память поэтому когда когда лукашенко выгоняет кого-то из минска это еще можно сказать они легко отделались в этом смысле лукашенко всегда лавирует между вот этим идеей не отдадим не отдадим белорусский суверенитет ужасной страшной москве и будем искать точки дальнейшие пути продвижения союзнических союзных отношений и делает это уже очень давно в целом поскольку он делает это давно и до сих пор сидит на своем месте значит дело это довольно успешно а михаил а общественное мнение в россии имеет для власти большое значение рейтинги президента путина тоже имеют значение за этим очень хорошо следят есть два таких центра в целом это всероссийский центр изучения общественного мнения я просто для наших радиоуслушателей повторяет и левада центр на ваш взгляд кто из этих двух организаций имеет больше доверия не для власти а для вот нас обыкновенных людей ну для меня безусловно это будет это будут опросы левады тут тут нет нет вопроса мне кажется в целом особенно не скрывает что открыто сотрудничает с властью и работает по ее по ее заказу наверное в целом будет утверждать что они не врут в цифрах но когда об этом была речь по моему вот буквально до начала эпидемии когда шла пошла шло голосование шлагов подготовка голосование за конституцию и собственно один из одни служб вопросов общественного мнения поймали на том что она фактически занимается пропагандой под видео опросов то есть звонит то есть они звонят и рассказывают какие замечательные поправки почему за них надо проголосовать они узнают мнение и в целом что нет это не они но есть большие есть серьезные основания подозревать что это все-таки все-таки они если либо вы работаете как пропагандисты либо вы работаете как социологи это две разных профессий левада по крайней мере опять-таки все могут ошибаться методологические можно разные ситуации вообще где социологическая социология в условиях жестко жесткого авторитаризма в котором живет россия это такое очень неблагодарное занятие и и чему можно верить вообще это отдельный большой разговор но в этом смысле выбор между левада и в целом достаточно очевиден по крайней для меня власть дефрими в целом я тоже буду следить а значит а владимир позднер ваш коллега и наверное самый авторитетный журналист в россии в недавней передаче своей сказал что во время к вид 19 нужно отложить все распри и содействовать или поддерживать власть до тех пор пока вот это напасть не пройдет как вы смотрите на его позицию и как бы может быть вы ее скорректировали даже все таки нет я не согласен владимиром позднером мне кажется нет мы не обязаны поддерживать власть скорее наоборот в этой ситуации власть должна наверное побольше прислушиваться к обществу и пытаться попытаться найти с ней какие точки соприкосновения какой-то общий язык еще раз мне кажется что мэрия пытается это делать в тех обстоятельствах которых она работает и так как она умеет потому что эти люди отвыкли давно от диалога с людьми они привыкли только разговаривать между собой и рапортовать наверх они принципе уже не умеет это делать хотя мэр саббит собянин когда-то выиграл выбор еще в свободные времена и вот в этих обстоятельствах тем не менее какие-то попытки мне кажется я вижу уже за это готов готов собянина похвалить а вот это вот идея объединения перед давайте все вместе поддержим кого президента путина правительства почему с какой стать нет это я совершенно даже не понимаю о чем речь и вижу это же наверное владимир владимирович поздно сказал то в эфире перо канал михаил не так много времени остается телеканал дожди вы работаете много лет является опять оппозиционным на наш взгляд это очень интересный канал а с интересными программами с интересными интервью и как говорится канал который испытывает определенное давление со стороны администрации президента путина у меня такой вопрос не боитесь ли вы что в определенный момент власть решит телеканал закрыть такой риск всегда есть что теперь делать то есть а вы считаете что я бы хотел бы сравнить телеканал дождь с эхо москвы как вы считаете эхо москвы искренне искреннее радио то есть алексея венедиктову дают возможность говорить все что он думает или все-таки он фильтрует информацию которую доставляет людям это разные это разные разные жанры и разные типы в общем медиа эхо москвы и дождь их ним не надо напрямую сара эхо москвы такой уникальный на самом деле а инструмент коммуникал коммуникативный благодаря личности самого алексеевич венедиктов мне кажется его историческим связям и может быть даже личным отношением с путиным опять-таки потому что ну достаточно одного слова и и радио будет закрыта как вы понимаете да тем не менее не закрывает который остановится это радио куда где вы можете увидеть и интервью с с чиновниками и с какими-то провластными комментаторами и радио который дает голос и независимым журналистам и критикам и оппозиционерам по навальный на на их москвы появляется пожалуйста в том числе и это такая вот уникальная платформа в этом смысле которая не не претендует на такую редакционную идеологическую чистоту если угодно наоборот она говорит мы даем даем эфир всем а вы уж избирайте что вам там больше нравится это уникальная достаточно ситуация дождь это другое дело дождь это это редакционная линия четко где понятна позиция самого канала по ним понятно ну вот как не знаю есть левая пресса правая пресса да так про дождь тоже можно говорить в понятных в этом смысле идеологических терминах и он и у него есть редакционная политика такого так понятная в этом смысле не платформенного типа михаил а я вынужден вас прервать прошу прощения наш эфир заканчивается я хочу выразить вам огромную благодарность и от нашего трак радио и от наших радиослушателей а за прекрасное интервью хочу пожелать вам всего самого наилучшего и до следующего раза если вы согласитесь спасибо спасибо вам лучшего до свидания а а а а а